Эй, приветствую вас с наступившим Новым Годом, и сегодня традиционно обзор по первому текущему каталогу. И он называется сейл, распродажи. Уже с первых дней января торговые центры кипят просто людьми. Я вижу, люди ходят, отдыхают, делают покупки свои, и в компании Reflame тоже сезон распродаж. Наверное, числа 28-го я наконец-таки навела порядок в своих косметичках, больших-больших-больших столах, которые у меня здесь есть с косметикой, и выбрасывала все продукты, в которых заканчивается срок годности. Причем, если взять помады, я выкинула очень много помад реально. Я даже не открывала оттенок, чтобы не было, а, ну еще, я дам еще второй шанс, ну еще раз покрашу. Нет, я просто смотрела, окей, срок годности проходит, и просто в мусорку не открывает даже цвет. Почему я это сделала? Потому что очень важно, чтобы мы пользовались качественной, хорошей косметикой. Также, что у меня заканчивалось, и то, что я видела, что уже в распродажах, я себе что-то купила. Это мой заказ по пермокаталогу. Не знаю, какой-то продукт пришел по акции, также подарок пришел для новичка. Я вам все расскажу о новиночке следующего каталога, туалетная водичка и АЗ-крем, тональный крем, 10 в одном. Обо всем подробнее. А, еще вот такая вот красивая сумочка. Покажу все и расскажу подробнее также о скидочках. Кроме того, я с вами поделюсь такой фишкой, как 7 дней масок. Маска-марафон. Что это такое? Когда вы делаете максимальный буст эффект для вашей кожи. Это то же самое, что если вы сходили в салон красоты, сделали какие-то укольчики красоты. Это инъекционная процедура от котов, вы получаете вау-эффект. Но вы можете сделать также очень классный эффект, когда вы используете маски. То есть вы делаете 7 дней подряд какие-то маски, то есть разные маски. Вы выбираете свою программу, придумываете свою программу. Но это дает колоссальный результат. Это такой бум-инстабум по, в принципе, всему миру такая тема пошла. Также из азиатского ухода пошла такая же тема, как 7 дней 7 тканевых масок. У нас появились новички. Это маска пляющая, питательная и где-то у меня здесь разглаживающая масочка. Их заказала, ой, даже не знаю сколько, 12, по-моему, штук для того, чтобы сделать неделю масочек. Также я знаю, что мои знакомые, тут же увидев эффект в вопросе, скажут мне срочно надо, я не хочу ждать заказа тканевые маски. Это реальный тренд, который нужно использовать, который дает быстрый эффект. Я рекомендую вам посмотреть, прежде всего, мое видео «24 способа использования тканевых масок». И я еще не сказала, что тканевыми масками вы можете пользоваться в любое время, да, утром, вечером. Но если вы используете тканевую маску днем под макияж, да, это дает классный буст эффект. И любой макияж выглядит намного лучше, потому что ваша кожа становится плотной, более упругой. Маски дают разглаживающий эффект, который я, например, сейчас использовала. Но минус этих масок, то, что если, например, вот здесь вы закрепили тональным кремом, пудрой, все, то комфортно. То есть, если вы использовали, и надо использовать маску на шею, то маска, точнее, сыворотка, которая входит в состав, и если вы не закрепили хорошо кремом, то такой не совсем приятный липкий эффект. И если вы чувствуете дальше на тело насилие, то такая дискомфортная, неприятная такая липкость идет. Поэтому в этом плане я рекомендую вам, например, если вы нанесли маску утром, делается макияж, то нанесли на лицо, и там останется еще жидкость. И вечером вы можете протянуть, сделать сыворотку, нанести на все тело, чтобы у вас не было какого-то дополнительного дискомфорта. Вот, поэтому вы сразу можете понять, эти маски я заказала, говорю, что себе, себе. Это о том, насколько мне понравился эффект. Мало того, я сейчас вам покажу фишку эффект, который на бьюти девичники получили девочки, когда перед тем, как применяем маску, делали на приложении Skin Expert, как их кожа выглядит до маски и после. Посмотрите, какие результаты. Эти женщины получили результаты от 8 до 14 лет. Настолько эффект поразительный, настолько быстро восстанавливается кожа, разглаживается. Это очень крутой эффект. Поэтому я рекомендую вам обязательно попробовать вот такие тканевые маски. Любите себя, любите свою внешность, будьте красивы. И сегодня мы поговорим об очередной новиночке от компании Арифлей. Это мультифункциональный крем-тон для лица The One AZ Hydra SPF 30. Вот так выглядит оттенок естественный. И он быстро, хорошо втушевывается. Пахнет очень приятно, нежно. Запах быстро улетучивается. То есть не перегружен какими-то парфюмерными отдушками. Что мне понравилось? Здесь, с одной стороны, да, здесь нету холодка. Но что такое? Вот увлажненность, влага. Вот такой чуть-чуть слегка холодок присутствует. Я заказала себе новый бьюти-блендер. Прошлый у меня пришел в негодность, потому что, когда я путешествовала, я его клала в сумочку на мероприятиях. И он у меня не просох, потому что все спонжи лучше использовать во влажном состоянии. На одну сторону я нанесу спонж. На другую сторону, потому что у меня высыпание, я нанесу тон кисточкой. Не знаю, какой будет эффект. Скорее всего, это будет легкое нанесение, потому что все продукты а-ля сиси-крем, мультифункциональные, они, как правило, делают тончайшее покрытие. Видите, у меня здесь пигментация, родинка. Среднее покрытие, оно легкое. В последнее время я сейчас использую кисточку Джордани. Если вы наносите блендером, получилась такая полупрозрачная текстура, мы видим небольшую подсветку. В принципе, мне понравился. Нанесу полностью макияж и подведем итог. Хотела показать еще одну фишку, как можно использовать вот такие вот тени для бровей. Я, например, беру спрей-фиксатор, брызгаю на зеркало, но я им не пользуюсь. Вместо того, чтобы плевать, мочить, вот отсюда набираю, чищу кисточку прям с зеркала и наношу, если мне нужен какой-то оттенок, светлый, темный. Когда вы рисуете, когда вы потом рисуете брови, затенение получается более плотным. Попробуйте влажный способ нанесения. У меня уже была темная тушь для бровей. Покажу вам, какой оттенок. И я сейчас взяла себе коричневый для того, чтобы сделать более светлые брови. Два оттенка, посмотреть, как они работают. Тушь для бровей сейчас стоит 199 рублей. Этот оттенок мне подходит больше, чем темно-коричневый. При помощи кисточки мы снимаем часть продукта и потом дорисовываем нужные нам ворсинки. Вы пробовали такую фишку? У меня просто преследование. Два раза подряд я заказываю один тот же светлый оттенок. Не знаю, как я выбираю. И в этот раз заказала еще раз темный корректор, консилер. Это мой самый-самый любимый. Я хотела показать действие эффект, чтобы было видно, как у меня работает светлый консилер, темный. Этот оттенок называется средний. Вот он мне больше подходит. Очень-очень люблю вот этот маленький спонжик. На финише, видите, этот оттенок больше сливается с тональным кремом. А здесь же есть небольшая граница. То есть нужно мне растушевывать. Вот поэтому мне больше подходит оттенок средний. Я сделала макияж глаз и купила себе тушь. Мне она очень понравилась. Каждый год я перебираю запасы косметики и выкидываю то, что истекает срок годности. Вот. Эта тушь у меня высохла уже. Ну, мне не нравится, как она красит. Поэтому она идет в мусорку. И замену этой туши у меня идет уже новая тушь. Наверное, дам ссылочку, где подробнее я рассказываю, какой она дает эффект. А сама лишь накрашусь ей. Кисточка имеет двойной ворс. Более коротенький. Прокрашивает у глаз. И подкручивает, подвивает непосредственно кончики. Мне нравится, какой она эффект дает. И как она наверх подкручивает вот эти реснички. Люблю эту малышку за то, что она хорошо прокрашивает нижние реснички. Да, я его сейчас буду использовать, тестировать. Мне первое впечатление о нем очень даже хорошее. Скептичная к нему отисласть. Почему? Потому что мультифункциональные крема АЗ, прежде всего, это такие с легким покрытием, легкой текстурой. Я люблю уже все-таки более плоды. Потому что у меня вечные проблемы угревая сыпь. Особенно перед критическими или критические дни, когда. В каталоге заявлено 10 свойств. Первое увлажнение. Перед тем, как я носила крем АЗ, у меня уже было увлажнение. Я делала тканевую маску разглаживающую. Поэтому 100% я вам не могу сказать, насколько действует увлажнение. Потому что прежде всего сработала тканевая маска со стволовыми клетками растений. Но когда я нанесла на руку, я почувствовала легкий тон, легкий холодок, легкую увлажненность, то есть комфорта. Поэтому я бы сказала, что да, здесь все-таки эффект увлажнения есть. Второе. Ровный сияющий тон. Наверняка, когда я носила тональный крем, вы видели подсветку. Сейчас идет еще и хайлайтер. Да, ровный сияющий тон, подсветка есть. Легкое покрытие. Да, в ней перегружена кожа. Защита от загрязненного воздуха. Но здесь, наверное, все тональные крема работают. Это создается пленка. Это ваша защита. Поры меднее-заметнее. Да. И, знаете, такой легкий эффект фотошопа, разглаживание. Причем я получила больше от, когда вбивала бьюти-блендером, я прям заметила, какая вот растушевка, легкая растушевка. Вроде бы у вас нет тонального крема, но что-то такое вот легкое-легкое. Знаете, вот похоже, когда вы наносите праймер. Мне понравилось. Подготовка кожи к нанесению хайлайтера и контурирующих средств. Ну, это да, это база. Потому что если вы наносите хайлайтер, крема, румяна, без тонального крема, то это просто ляжет пятном. Потому что у вас сальный секрет, где-то сухая кожа, но это нельзя. Ну, я не знаю, как наносить можно румяна на неподготовленную кожу. Это просто вот какие-то ужасные пятна будут. Ну, это да, без масел. Ну, я вам не могу сказать, ощутила я масла или нет, но комфортно. Устойчивость к поту. Давайте проверим после того, как я сниму большое видеообзор. Скорее всего, будет да, то же самое. Не комедогенит, то есть не забивает поры. И SPF 30, это очень круто. В целом мне нравится, как выглядит тон. Он осветляет кожу. Он сравнился с моей шеей и хорошо. То есть кожа выглядит хорошо. Поэтому да, крем AZ. Оцениваю, как здесь, 10 функций. Я оцениваю его на десятку, очень хороший. И думаю, что в ближайший месяц точно буду им пользоваться. В качестве дневного базового тонального крема. Ну, а вы пользовались этим кремом? Если да, пожалуйста, напишите в комментариях. Следующую новинку представляют такие звезды инстаграма, как Мурата Наталья Османа. Вы скажете, кто это? Наверняка вы их не узнали, но вы знаете этот тренд инстаграма. Fall to me. И не видно ни лица девушки, ни мужчины. Просто видно руку. И что, либо девушка тянет за собой мужчина. То есть они идут. И потрясающие пейзажи, места, разные города мира. Это путешествия вдвоём. Вот эти вот ребята, да, это такие вот звёзды. И они представляют новых два парных аромата Burn to Fly. И они представляют два парных аромата, называются Burn to Fly. У меня есть один из этих ароматов. Вот так вот он выглядит. И да, видите, как раз про путешествия, да, здесь можно сказать. И он такой лёгкий, интересный. Здесь видно упаковочек и города. И такой, знаете, намёк на путешествие. Это восточно-фруктово-ванильный аромат. Этот аромат универсальный. Он очень интересный, женственный. И открывается он нотой мексиканской агавы. Изысканная груша Нэши из Японии. И чувственная французская магнолия. И микс нот завершается тёплым аккордом сандала. Вот такое интересное звучание, такая интересная композиция, которая подойдёт, мне кажется, универсальный аромат. Следующая новиночка каталога, которая меня очень-очень заинтриговала, это вот такая сумочка. Эту сумочку я увидела на мероприятии Reflame. Её можно носить вот так. Можно носить с меховой ручкой. Можно также эту ручку снять, чтобы вас не смущал мех. Но это очень прикольная такая сумочка. Эту сумочку можем носить непосредственно вот так. Так и через плечо, как вам будет удобно. Давайте посмотрим, как она выглядит. Здесь идёт она без подклады. Я поставила каталоги Reflame, чтобы придать объём. И есть также карманчик под мобильный телефон. Так, она закрывается. Минус, что она без магнитика. Её реально надо закрывать на кнопку, чтобы не выпало. Иначе она просто вот так открывается. То есть нужно попасть. Мне нравится трендовый оттенок. Такой приятный, приглушённый. И вот сам элемент меха. Очень круто смотрится. Очень круто смотрится. Её заказала с 50% скидкой. Цену вам покажу. Также можете снять ручку. Так она выглядит. Ну а вам как сумочка. В компании Reflame просто множество, множество различных акций, подарков. И практически каждый каталог мне что-то приходит. Я уже запуталась, с какой акцией я участвовала. Это была одна из акций для новичков. И мне пришла супница, которая есть в резерве. Я собрала практически весь комплект посуды. И её потом подарю на 8 марта. Также для подарков купила 10 салфеток очищающих. И я даже не знаю, сколько. Я уже рассказывала в каждом видео, что даже по полной стоимости салфетку эту нужно взять. К сожалению, она имеет ограниченный выпуск. И она уходит из производства. Она сейчас в распродаже. Всего 99 рублей на 80 где-то так. Это бомбическая салфетка. Никаким очищающим средством вы так не умойтесь. И ей нужно очищать лицо без очищающих средств. Она вымывает всё, всё. И сколько бы я ни говорила, ещё не все мои знакомые приобрели. Поэтому сделала я за них. И просто буду дарить эти салфетки, чтобы они получили максимальный эффект. Разочарование дня. Солевой скраб. Нет, ребят, это не то, что плохой продукт. Приятный, интересный. Крутая очень текстура для тела. Для тела восхитительная. Потом кожа. Мягчайшая. Классная. Но, вы знаете, сегодня, как запустился марафон масок, я решила этот скраб использовать как скраб для волос. Потому что есть в некоторых брендах специальные скрабы для волос. И раньше я всегда делала скраб солевой скраб сама. Рецепт очень прост. Три-четыре столовых ложки соли. Две примерно выжали на глаз кондиционера. Чуть-чуть водички. Всё это перемешали. И по рядочкам вы наносите массажными движениями скраб. Сольевой скраб. Он впитывает сейбиум, жир, всё убирает. Убирает очень хорошо, очищает. Кроме того, если вы хотите, чтобы ваши волосы были густые, чтобы они росли, вам нужно избавиться от вот этих пор. И это обязательная процедура. И очень жалко, что у нас нет в Арифлэм специальных солевых скрабов. Я думаю, ну давай как я попробую. И вот этот вот скраб для тела солевой буду использовать в качестве маски. Но я что-то, наверное, не просчиталась. И, в общем, мои волосы не промылись. Они жирные. Это моё разочарование. Я их не промыла. Я буду их мыть ещё вечером. Почему я вам это рассказываю? Мои честные отзывы. Чтобы вы понимали, применяли или не применяли, знали, как можно пользоваться продуктом. Потому что я всегда ищу альтернативу. Я ищу всегда какие-то способы. Но, с другой стороны, всегда в чём-то есть плюс и есть в чём-то минус. Да, я не промыла волосы, потому что здесь ещё содержатся масла. А у меня и так жирнючая кожа, жирнючие волосы. Их очень много. Но плюс какой? Я знаю, что сегодня моим волосам будет маска. Во-первых, да, я сделаю очень хорошее соляное скрабирование при помощи вот этого скраба. То, что я не промыла волосы и масло осталось внутри под волосами, это им плюс. Это я им даю целый день питание, маски, такой вот спа для моих волос. И вечером я их помою, тем самым сделаю два в одном. Рекомендую ли я вам эту процедуру, смотрите сами. Помните, что так как здесь есть масло, волосы плохо промываются. Их надо хорошо-хорошо мыть. Но что однозначно рекомендую, это обязательно самим делать соляной скраб. Один из вопросов, который вы мне зададите, это будет, а какая же у тебя помада? Вот, она сейчас идёт со скидкой 50%. Это матовый финиш, матовая помада. Виднее, подходит мне этот оттенок или не подходит. У меня оттенков много. И в этом каталоге я планировала заказать. Думаю, ну как же я обошлась без матовой помады, почему у меня нет матовой помады. Но когда я перебирала все свои, многое количество помад, я увидела, что у меня эта помада есть. А почему-то она мне не зашла. Не знаю, вот сколько бы я разных помад не пробовала, я всё равно обратно возвращаюсь к помадам Джордани. Либо сейчас мне нравятся помады The One, которые чёрные пошли. Она подсушивает губы. И если у вас они несовершенны, зима, отопление, резкие перепады, да, если у вас идёт шелушение. Вот такой вот бальзам для губ, для того, чтобы их восстановить. И в компании Reflame сейчас такая новиночка, как раз-таки для зимнего периода, чтобы вот прям максимально-максимально получили бы эффект восстановления губ. Открывая первой страницы каталога, вы увидите акцию, что три продукта, туалетная вода, Эльви. Не знаю, сколько у них их было. Это раньше был любимый аромат. Капсулы. К сожалению, капсул сейчас нету на складе. Они просто бомбические. И омега. Вот омегу я вам обязательно рекомендую заказать. Жалко, что я сначала думала, вау, сколько я наберу этих омег. Нет. На выполнение акции вы можете заказать только один продукт. Надо мне эти витамины спрятать, потому что если дочка увидит, то, вы знаете, она выросла из такого состояния, когда она раньше могла просто подходить, и ей требовалось омега, она открывала холодильник, доставала, открывала, и вот так пила жидкую омегу. Это было, наверное, до шести лет. Сейчас у меня жидкую омегу пьет вот так муж. Я ее терпеть не могу, хоть она с лимончиком, со вкусом, но зато у нее сейчас до тряски. Она видит вот эти вот капсулы, если она не видит, она перетрясла мне кучу моих витамин. Что она делает? Она берет эту упаковку, выкидывает вот эту вот капсулу, берет, разгрызает асоксантин, разгрызает омегу, и я просто вижу, что в мусорном ведре периодически валяются, да, на свои улики заметает. Вот, поэтому, прежде всего, это для нее, ей не хватает. Омеги я чувствую, но вот эта вот уже омегу, она уже фи невкусная, она ее не пьет, но организму требуется. Но помните, что либо одна чайная ложка, либо шесть капсул для детей. Вот, требуется во много раз больше. Не жопьтесь, вы можете косметику вообще не заказывать, но для деток омегу-3 обязательно, потому что это, прежде всего, развитие мозга, глазок, это их иммунитет, чтобы они не болели. Поэтому, ну, продукт, наверное, номер один. Следующие две новиночки, это гель для душа и мыло Камчатка, 99 рублей и 49 рублей. Что я покупаю постоянно, регулярно, использую вместо геля для душа, это мой любимый скраб лаванда, и еще вот такой вот малина, малина лайм. А мне нравится тем, что после применения у вас потрясающая мягкая кожа, и даже после них я не использую лосьон для тела, крем для тела. Мне комфортно, мне достаточно этих продуктов. 119 рублей гель для гигиены. В прошлом своем заказе я тоже говорила, и в этот раз тоже заказала две упаковки батончики Вэлла. Постоянные какие-то поездки, и даже сейчас у меня предстоит две классные поездки. Одна это к девчонкам в Каневскую, мы будем проводить там бьюти девичник, и скоро у меня будет поездка в Австралию, и одна упаковка точно пойдет на Австралию, потому что там перекусы где-то, перелеты, и может быть даже надо будет взять две упаковки, чтобы не бегать, тем более цены там космические. Ну и в каждом заказе вы увидите продукцию Wellness, которую я регулярно покупаю. И познакомьтесь, это мой котейка, он тоже помогает снимать, да? Наверняка у меня, так же как и у всех вас, после новогодних праздников, кафешек, киношек, гостей, есть ненужные килограммы, сантиметры в талиях. И каждый год традиционно после Нового года, начиная с 8 января, я сижу на Wellness. Вот я реально сижу на Wellness, я заменяю 3-5 приемов пищи Wellness, ем-ем-ем-ем, и максимально быстро скидываю свои килограммы. Потому что помните, что по статистике каждый год после Нового года средний россиянин прибавляет 1 килограмм, который в течение года больше не может скинуть. То есть прибавляет там 3-5 килограмм, 2 килограмма, и 1 килограмм он не может скинуть. Не допустите этого, держите себя в тонусе, чтобы этого лишнего килограмма у вас не было. Да, и еще в моем заказе есть набор продуктов, который пришел за чисто символическую сумму, то есть 199 рублей. Вот такие продукты, вот такие наборы я всегда беру, и потом они у меня идут в ход на подарочки, на какие-нибудь продуктовые корзины. В прошлом каталоге я вам показала, что купила себе матирующий крем по полной стоимости, и в этом каталоге я увидела, что он идет со скидкой 50%. Подруге подарила этот тональный крем и себе заказала еще, потому что я безумно-безумно его люблю. И таким тональным кремом я пользуюсь тогда, когда мне нужен устойчивый макияж. У кого жирная комбинированная кожа, обязательно рекомендую попробовать матирующий тональный крем. Мне он безумно-безумно нравится. Ну и, конечно же, в этом каталоге распродаж вы найдете много-много-множество продукции по потрясающим ценам. Посмотрите внимательно по ценам. Это были мои продукты. То, что я люблю, то, что у меня заканчивалось. Делитесь своими впечатлениями, что вы заказали такой интересненько в этом каталоге. И следующее мое видео – это обзор заказа после того, как я приеду из Австралии. И наверняка я вам привезу много всего интересного о новинках, которые будут в следующем году. До скорых встреч, успехов вам! Пока-пока!